Мы думаем, что уверенность в себе придает какой-то набор каких-то ресурсов. Чем у тебя больше ресурсов, больше у тебя денег, ты вроде должен быть увереннее в себе, правильно? Чем у тебя нету. Это понятно. Проблема состоит в том, что дальше следующие тревоги. Дальше вам нужны охранники для ваших денег. Потом вам нужны те, кто будет контролировать охранников. Потом вам нужны конкуренты, которые придут и так далее, подкупят тех, кто контролирует ваших денег. Короче говоря, нам все время кажется, что нужно ли уверенности. Поверьте, до тех пор, пока вам есть что охранять, вы уязвимы. И уверенности у вас не будет. Я не против заработка, профессии, умений и так далее. Но до тех пор, пока вы трясетесь над тем, что вы боитесь потерять, а если вы чувствуете неуверенность, то вы точно боитесь что-то потерять, вы будете несчастны. А что вы не можете потерять? Что есть такого, что вы не можете потерять? Родных, близких можете потерять. Деньги, профессию, можете потерять. Вы все можете потерять. В истории бесчисленное количество примеров того, как все можно потерять. А чего вы не можете потерять? Я был бы слишком категоричен, если бы сказал, что вы не можете потерять я, потому что я можно потерять. Но себя вы не можете потерять. Поэтому внутренне надо согласиться с тем, что вы все готовы отпустить. Все. И то, что у вас есть в жизни, это просто радость, которая дана вам. Не то, что вы этим владеете. Вы не владеете ни собственным здоровьем, ни другими людьми в вашей жизни, ни чем, ни доходом, ни сбережением. Вы ничем не владеете. Это просто вам повезло, что есть сейчас эти люди, эта профессия, эта работа, эти финансы. Вы радостны, потому что у вас это есть, а не трясетесь за то, что у вас этого не будет. И тогда вы начинаете все это ценить, но не болезненно, а радостно. Поэтому нужно просто внутренне отказаться. Отказаться от права на то, что просто нам дали поддержать. Но когда нам дали поддержать, насладитесь, почувствуйте, что это ценности.